Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Сегодня хотел бы записать видео про алкогольный абстинентный синдром. Это краеугольное понятие такое в наркологии, и основная причина, по которой обращаются к наркологам. Есть ряд недопониманий между тем, же только похмелье, абстинентный синдром, постинтоксикационный синдром, о чем я рассказывал в предыдущих видео. Так вот, абстинентный синдром формируется обычно на второй стадии алкогольной зависимости, через 5-10 лет употребления хронического алкоголя, после первой стадии, о которой я рассказывал, и имеет несколько составляющих. Первая токсикогенная, когда я рассказывал о постинтоксикационном синдроме, это головная боль, тошнота, сухость во рту, разбитость после употребления алкоголя, она может быть присутствовать у всех. У человека непьющего, который много выпил, человек на первой стадии, может быть и на второй стадии. Но как раз у человека, у которого развивается абстинентный синдром, эта составляющая плавно переходит в другие нарушения. И классический абстинентный синдром развивается через 6, иногда даже сутки после прекращения употребления алкоголя, после вот этой токсикогенной части. Дальше начинается самое интересное. Здесь как раз могут быть ряд ошибок. Например, врачи, не наркологи, которые не понимают отличия, пытаются быстрее протрезвить человека, например, который после запоя имеет вторую стадию алкогольной зависимости. Чем быстрее выходит алкоголь, тем сильнее у него развивается абстинентный синдром и может развиться психоз. Я знаю случаи, когда пытались плазмоферест делать в таком состоянии, развивается психоз, но и делается только хуже. Потому что старые психиатры советские, они наоборот похмеляли, давали в больницах айтиловый спирт разбавленный или смесь Попова, чтобы плавно концентрация алкоголя снижалась. То есть тут совсем другие механизмы. Алкогольный абстинентный синдром может быть нескольких вариантов. Нейровегетативный вариант самый простой. То, что чаще всего встречается тошнота, тахикардия, колебания давления, чаще повышенные, но может быть и пониженные, тремор рук, сухость во рту, беспокойство, тревога и выраженное патологическое влечение к алкоголю, то есть желание выпить. Это как раз основное, что отличает абстинентный синдром от каких-то других состояний, от того же постинтоксикационного, патологическое влечение к алкоголю. При церебральном варианте чуть усугубляется симптоматика. Обычно у тех людей, у которых есть какие-то мозговые травмы были или нарушения, сопровождается сильной головной болью, может быть все то же самое, плюс сильная головная боль, тошнота. Тошнота как раз центральный характер носит за счет развивающегося отека мозга и не оккупируется иногда никакими препаратами, только центрального действия могут помочь лекарствам. Судороги могут быть, какие-то неприятные ощущения, там полиневропатии и так далее. Третий вариант висцеральный, боли сопровождается нарушением стула, отрыжкой, изжогой, эктеричностью склера. У людей сопутствующими заболеваниями пищеварительной системы, алкогольного генеза, там хронический панкреатит, гастрит алкогольный, гепатит, естественно, токсический. И тоже это может быть достаточно неприятно, потому что абстинентный синдром может длиться до трех недель. До протяжения всего этого времени могут усугубляться. У нас в стационаре такое часто бывает, когда печеночные ферменты. Потому что, когда человек пьет, у него патологическая компенсация происходит. И, например, человек может пить месяц, и система его уже компенсирует в таком состоянии. Когда он перестает пить, у нас начинается алкогольный-абстинентный синдром, и вот этот выброс категоламинов, выброс дофамина, всех гормонов стрессовых приводит как раз к декомпенсации. И человек там желтеет, хотя вроде бы уже бросил пить. Появляется проявление панкреатита, и вздутие, и жидкий стул, и так далее. Такой вариант обычно все-таки уже более запущенный вариант. Но может быть сочетание с первым вариантом. Начинается как вегетативный, потом присоединяются висцеральные. Другой вариант – это психопатологический, когда как раз в основе лежат различные нарушения психики. Бессонница, могут быть жуткие сновидения с тем, что человек выпивает во сне или пытается выпить, у него не получается. Могут быть суицидальные мысли, суицидальная тревога, дисфория. Опять же, это отрывочная галлюцинация. Из такого варианта чаще всего развиваются алкогольные психозы, о которых, в принципе, о всех я уже рассказывал. Но могут и не развиваться при своевременном лечении, при подборе терапии. А может быть, и вот иногда у человека нет психозов, а у кого-то каждый абстинентный синдром развивается психоз. Это уже какая-то почва предрасполагающая к этому решает. Так вот, прогноз и лечение алкогольным абстинентным синдромом. Поэтому, в отличие от лечения обычного похмелья, здесь, конечно, тактика гораздо сложнее. Мы, с одной стороны, на начальных этапах должны проводить детоксикацию, то есть токсические продукты распада алкоголя выводить из организма, но прикрывать это тщательно подобными психотропными препаратами, транквилизаторами, в первую очередь, чтобы сглаживать вот эти вегетативные, соматические, психические компоненты абстинентного синдрома. Иначе, что я сказал, мы убираем интоксикацию, и человек убегает, или у него возникает дисфория, он может драться или бежит в магазин. Такое очень часто встречается, когда вырывают капельницу и бегут в магазин пить. Потому что, например, вот такой вариант смешанный алкогольного абстинентного синдрома, психопатологический, с вегетативным, и на фоне тревоги появляется такое непреодолимое желание. Все это надо собирать анамнез, понимать, как раньше протекал абстинентный синдром, какие были больше вегетативные, были ли какие-то психические нарушения, были ли делирии или расспрашивать, какие сновидения, какой характер носит тревога, хочется ли выпить. И вот сновидения могут неосознанно говорить о патологическом лечении алкоголя. Мне пациенты описывали случай, что всю ночь спасал горящий склад с водкой, но так и не смог ни одну бутылку спасти. Все это говорит об обострении патологического лечения и надо корректировать терапию. Так вот лечение абстинентного синдрома, соответственно, достаточно сложный процесс. Не так все здесь просто, как кажется, что там прокапаться и так далее. Обычно требует на легких вегетативных, нейровегетативных вариантов, может и в домашних условиях, если не так выражено патологическое лечение и небольшой стаж алкоголизации. При всех других вариантов, церебральном, висцеральном, психопатологическом особенно, конечно, рекомендуется лечение в стационаре, поскольку все нарушения, которые я описал, церебральные могут приводить к осложнениям, висцеральные могут приводить к осложнениям, в том числе и к летальным. Ну и психопатологические нарушения могут приводить к тому, что человек, не дай бог, совершает суицидальную попытку или не может прекратить употребление алкоголя и так затягивается на месяц, иногда годы. Поэтому лечение такое требует стационарного лечения. О том, какие бывают капельницы, какие препараты, в принципе, я описывал в других видео. И о структуре второй стадии алкогольной зависимости, я уже рассказывал, где абстинентный синдром как раз такое ключевое. Когда появляется абстинентный синдром, обычно свидетельствуют о начале второй стадии алкогольной зависимости. Ну и о ней, может быть, повторю еще одно видео, запишу, потому что это очень важная, самая частая причина обращения к наркологам. А алкогольный абстинентный синдром при второй стадии алкогольной зависимости. Поэтому подписывайтесь на канал. Здесь я стараюсь записывать видео на темы, связанные с наркологией и психиатрией. И в комментариях задавайте вопросы, предлагайте темы. С удовольствием на них запишу свое видение этой ситуации. Благодарю за внимание.